Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В своем вопросе вы описываете с одной стороны болезненную привязанность к человеку, к мужчине, к женатому мужчине. Вы описываете все признаки любовной зависимости психоэмоциональной. С другой стороны вы описываете в то же время травматичный опыт его смерти, который для вас превратился в чувство вины и любовь к нему. И вроде бы вы понимаете, что, как вы сами пишете, это полный дурдом, но в то же время как это все забыть и начать жить вы не знаете. Что же, в первую очередь хочется сказать, что вне зависимости от того, какими были ваши отношения, а смерть человека, который, ну, который был в любом случае вам не безразличен. Это драма, это потрясение и в общем и целом эту драму нужно прожить. Просто прожить те чувства, которые у вас есть, просто их нужно прожить, проживать столько, сколько это необходимо. У травмы потери есть несколько стадий, и все стадии желательно пройти, чтобы не оставаться в этом, чтобы вас это не отправляло, вот, чтобы вам это не мешало. И чтобы вы могли, ну, в конце концов двигаться дальше, двигаться вперед. Следующий момент, вина, конечно, вина это частое чувство людей, которые теряют близких, вот. То есть, когда к грусти, скорби о том, кто ушел, добавляются еще чувства вины. И вот, давайте попробуем присмотреться к этому, присмотреться к тому, собственно, что вы делаете. То есть, ну, вот, вы себя вините, вы себя обвиняете. Когда человек берет и себя сам обвиняет, это называется ретрофлексией, то есть, обращением какого-то чувства на самого себя. Считается, что происходит это вследствие того, что человек запрещает себе обратить это на другого. Ну, например, например, на того, собственно, в контексте кого вы себя обвиняете. И вот, получается, такой весьма интересный факт, что вы себя вроде бы обвиняете. Но, во-первых, за что? Что вы такого сделали? То есть, если реально что-то, за что вы можете себя обвинять, и почему этому чему-то недостаточно просто прощения? Ну, в смысле, просто извинения. Почему? Вине недостаточно того, чтобы вы просто попросили прощения. У себя или у мужчины, если вы верите в... как бы, если вы являетесь принадлежной к какой-либо конфессии, да? Вот. Почему этого недостаточно? А недостаточно может быть по двум причинам. Первая причина это то, что вы горите себя за потерю чего-то важного, чего-то определяющего вас. И второе, это недостаточность извинений по причине того, что вина на самом деле не ваша. Вина это обвинение себя, да. Но, что если вы в действительности хотите обвинить мужчину, но поскольку его уже нет, вы себе это запрещаете. А что если вы всегда хотели обвинить человека? Что если у вас накопилась на него злость вполне естественная в тех ситуациях, которые вы описывали. Вполне естественная для человека, который, ну, по сути, приносил себя в жертву. Ведь это именно то, что вы делали, приносили себя в жертву мужчине. Надеюсь, что он обвинет, надеюсь, что он заметит, надеюсь, что он поймет. Только ничего это не происходило. Вообще долгое время вы обесценивали себя и возвеличивали его. Возвеличивали его настолько, насколько вообще это возможно. Все, что вы описываете, когда вы говорите о том, что я для него делала, что я для него старалась, что я много-много чего, ну, вот, значит, много-много чего предпринимала для того, чтобы, ну, чтобы человек, например, заметил, да, ну, допустим, вас и так далее. То есть, эта история как раз про то, что вы себя очень сильно обесценивали. А как происходит обесценивание? Ну, субъективно, субъективно, обесценивание происходит так, что человек начинает подавлять что-то в себе и возвеличивать другого. Объективно, объективно, ну, обесценивание происходит, пожалуй, что так. И в этом, ну, в этих аспектах, мало когда бывает, если можно так выразиться, что-то хорошее, в этих аспектах, если можно так выразиться, всегда присутствует злость, всегда присутствует обида, всегда присутствует некое стремление к компенсации и так далее. И что если все это, что если все это и есть ваша вина? Если раньше, если раньше, когда мужчина был жив, вы запрещали себе, скажем так, ну, проявлять какое-то недовольство, вы запрещали себе это делать, то вряд ли с его смертью вы стали себе это порвать. И я сильно в этом сомневаюсь. Поэтому мое мнение заключается в том, что ваши чувства сейчас это вот как раз обращенно против самой себя злости. Себе вы злиться запрещаете? Себе вы злиться не позволяете. Не позволяете. Вот. Поэтому вы ну, обвиняете обвиняете себя вместо того, чтобы обвинить человека. Что было бы вполне естественно в этой ситуации. Вот. Было бы абсолютно нормально, потому что мужчина неоднократно выражал вам проявлял по отношению к вам пренебрежение вашими личными границами. А это всегда вызывает злость. Причем причем обратите внимание, что обратите пожалуйста внимание, что нарушение лишних границ вызывает либо злость, либо вину. То есть я либо злюсь на тебя, либо либо я считаю что я же и виноват в том, что происходит. вот. Ну вы же не думаете право слово, что подобное возникает случайно. Нет. Это не случайно. Не случайно, а совсем не случайно происходят такие вещи. Вот. И посему ваша задача в первую очередь заключается в том, чтобы признать признать что вы злите на человека. в этом нет ничего аномального, в этом нет ничего ужасного и так далее. Но это на мой взгляд есть ключик к тому, чтобы стать свободным. Такое вот если хотите ограничение себя от другого. если хотите это то, чего вам не хватает. Если хотите, это и есть та проблематика ваша, которая так сильно вас мучает и так сильно так сильно вас искушает, так сильно вас истязает и по вашей по крайней мере версии не позволяет вам жить так как вы хотите. не позволяет не позволяет вам условно условно быть свободным условно быть собой и так далее. Вот. Следующий важный момент. это момент касающийся того, что у вас в принципе как мне думается есть некоторая проблема с самооценкой то есть она у вас занижена и возможно возможно присутствует страх одиночества. Любовная зависимость она не возникает на ровном месте. Любовная зависимость она имеет свои скажем так основание любовной зависимости имеет свои корни и любовная зависимость ваша не является исключением из этого правила. Поэтому я думаю что тот факт что вы оказались в таких отношениях вряд ли можно назвать совершенно случайным. вот я бы сказал что непростой ситуация становится еще и потому что вы хотите забыть все это что такое забыть что значит забыть забыть это значит исключить убрать опыт ваш опыт то есть вернуться в начало а как человек может развиться как человек может не попасть больше какую-то ситуацию если он все забыл не согласитесь это немножечко странно поэтому то что вы хотите забыть а выращаясь немножечко другими словами хотите сбежать хотите сбежать свидетельствует вам свидетельствует о том что по крайней мере сознательно меняться вы особенно не хотите меняться вы не хотите меняться чаще вы не безболезненно к сожалению поэтому у ваших страхов есть что называется свои основания другой вопрос заключается в том какая альтернатива ведь вы можете снова опять столкнуться с подобной ситуацией и на место этого мужчины придет другой и вам будет снова плохо вот поэтому на мой взгляд вам нужна психотерапия вот вам нужна заручиться поддержкой психолога вот и начать в общем-то заниматься собой начать исследовать себя начать корректировать все эти вещи которые сейчас доставляют вам проблем вот и не буду нас обманывать сказать потом что легких легких путей здесь пожалуй что не существует я вам сочувствую я сочувствую в той ситуации в которой вы оказались а мне безумно жаль что вы оказались в этой ситуации это правда но я думаю так же что вы не оказались быть в этой ситуации если бы если бы если бы не обесценивали свою жизнь обделяли себя вниманием а к сожалению к сожалению именно это на мой взгляд вы и делаете и делаете даже до сих пор вот то есть вы даже до сих пор ставите на первое место его мужчину а не себя и пока вы не научитесь ставить на первое место себя а не мужчину с вами скорее всего будут происходить именно вот такие вещи неприятные болезненные но вполне естественные в учетом тех аспектов и тех предпосылок которые у нас имеются вот именно поэтому так именно поэтому так важно чтобы вы вы выбрали себе психолога и начали индивидуальную работу с начало чтобы прожить психотравму вот прожить потерю этого человека потом уже все остальное через него через человека совершенно очевидно что вы пытались решить решить некоторые свои проблемы вопрос заключается только в том что это за проблема что они из себя представляют и серьезно так ли важен в этой парадигме другой человек как вы я надеюсь понимаете ответ очевиден но так ли он очевиден для вас скорей всего нет на этом все я надеюсь что вам это было интересно и полезно я хочу пожелать вам всего самого доброго я хочу пожелать вам успешного скажем так решения вашей проблемы с которой вы столкнулись сейчас вот и надеюсь что вы обязательно обратитесь к психологу для дальнейшего решения ее я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать над собой работу всего всего самого доброго обращайтесь до 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 Продолжение следует...